СПОРТ НА ДОНУ Вы уже занимаете пост главного тренера год. После Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро практически было назначение. Расскажите, за это время, как сильно изменилась ваша жизнь? Как часто вы бываете дома в Ростове-на-Дону? На сегодняшний день, конечно, образ жизни поменялся в плане того, что приходится много находиться с командой на подготовительных тренировочных сборах и, конечно же, на выездах, на соревнованиях. Поэтому вся работа строится от плана команды и образ жизни тоже строится. То есть, скажем так, вернулся в то привычное немного русло, когда, будучи спортсменом, выезжал в составе сборной команды на все тренировочные мероприятия. Конечно, это немного сейчас отличается, потому что приходится решать много организационных вопросов непосредственно в Министерстве спорта России, в Олимпийском комитете. То есть, конечно же, не безвылазно сижу на сборах. Это не основная задача. Основная задача – это введение вот этих организационных моментов, которые связаны с подготовкой всех трех составов сборной команды. То есть, основного и молодежного, и юношеского. Ну и плюс, конечно же, это работа Федерации грибного спорта, постановка в политике, введение совместно с руководителем, президентом нашей федерации и президентом федерации. То есть, все вот это вкупе дает именно вся организационная жизнь грибного спорта, грибного сообщества, развитие грибного спорта в России и в регионах непосредственно. Ну и, конечно же, в первую очередь вопрос для меня – это теперь выступление основной команды. Это то, на что, та вершина айсберга, то, на что постоянно обращается внимание, то, что видится в первую очередь средствами массовой информации. Ну и, конечно же, со стороны наших учредителей, Министерства спорта, Олимпийских конкретных, с чем мы идем на основные старты, международные старты сезона и, конечно же, на главные старты четырехлетие Олимпийские игры. Да, но после прошлых Олимпийских игр у нас было не совсем, наверное, радостное настроение, если брать именно академическую греблю, да, огромное количество лицензий, но воспользоваться ими нам не удалось. Все-таки меняется ли ситуация в лучшую сторону? Когда, да, мы прошли на смену, скажем так, предыдущему руководству сборной команды, произошла смена в руководстве Федерации грибного спорта. Это было связано, в первую очередь, с теми моментами, когда то, что столкнулись с нашими неурядицами и нерешенными вопросами взаимодействия с Международным Олимпийским контентом и, в первую очередь, конечно, с Международной Федерацией грибного спорта ФИСА. То есть это тот, скажем так, наследство, которое оно пришло, да, и это вызвало достаточно большое, пришлось приложить максимальное количество времени, усилий на то, чтобы закрыть моменты, которые, скажем так, до сих пор и не закрыты. Чем это связано? Это, конечно, в первую очередь хочется... Это была основная, скажем так, особенность начала сезона, что у спортсменов, в первую очередь, это основа команды, это спортсмены, также тренеры, работающие с этой... У них не было завершенности сезона, не было завершенности Олимпийского цикла. Ребята не вышли на старт. Это самое... Четыре года готовились, завоевали право и не получили. Это самая такая неприятная ситуация, когда мне пришлось смотреть в глаза спортсменам и объяснять сложившиеся политические моменты, по-другому их назвать нельзя. Конечно, настрой команды был безумно активный, ребята были готовы рвать и метать все на свете, выйти на старт. Ну, здесь уже сложилась такова ситуация. Но, несмотря на это, нам удалось уже в конце октября собрать команду в максимальном своем представительстве. То есть это и спортсмены уже титулованные, спортсмены, которые входили в состав, элитные спортсмены, скажем так. И также задача была поставлена омоложение состава. То есть мы привлекли, создали единые группы подготовки со спортсменами высшим, спортсменами, которые уже являлись членами олимпийской команды. Это именно объединение с молодежным составом, потому что мы понимаем, что к концу следующего четырехлетия вот этот молодежный состав, который и на сегодняшний день является молодежным, это и есть то звено, которое будет основой, пополнением и дальнейшим шагом, который... И вот эта задача была поставлена в первую очередь мною, самому себе, можно так сказать, потому что по-другому, и об этом я и докладывал, и на экспертных советах Министерства спорта, что другого пути у нас нет. То есть максимально сохранить тех спортсменов, имеющих огромный опыт международный, даже без того, что они не выступили на олимпийских играх. И плюс обновление состава, потому что выступление было на молодежных первенствах, были и результаты показаны, и на основе тех спортсменов, которые показывали результаты в своем возрасте, и уже скомплектовалась команда. И этот сезон был очень интересен в этом вопросе, в том, что задача, которую ставили спортсмены молодежного возраста, это выступить и на своем, закрыть вопросы, закрыть выступление молодежного возраста, и уже быть прицелом на непосредственно те ударные экипажи, те ударные направления, которые были определены в сборной команде, на продвижение, скажем так, развитие всей команды. Ну и говорю... И в основной команде кому-нибудь удалось близнуть? Из молодежи? Из молодежи, да, безусловно. То есть здесь хочу сказать, что проведет сейчас, вот мой подготовленный, буквально завтра я уезжаю в Москву непосредственно на итоговый экспертный совет этого года, где будет докладываться и проведенный анализ, непосредственно то, что удалось достичь. На чемпионате мира окончательно в соревнованиях приняло участие 9 экипажей. В 8 экипажей во всех составах есть спортсмены, которые вошли в основной возраст только в 2017 году. Это очень важный показатель. И если провести статистику по возрастным показателям, среднего возраста нашей команды, она омолодилась. Не удалось омолодиться в одном направлении, это распашное мужское весло. Здесь было связано много тоже таких особенностей начала сезона, что спортсмены были допущены на подготовку без отбора, как вошедшие в состав олимпийской команды. И мы столкнулись с тем, что расширенный состав и войти молодым спортсменам уже на подготовительный период было достаточно тяжело, потому что уже, скажем так, было это. То есть мы попытались максимально привлечь за бюджетные средства, за дополнительные средства. То есть группа была очень расширенная. Но, к сожалению, не сработал фактор того, что нам не удалось скомплектовать тренерский штаб. Это наш прокол однозначно, потому что я не снимаю здесь из себя вины то, что, к сожалению, специалисты, которые готовы были работать с командой, с экипажами, они не смогли выполнить поставленные задачи. И мне не удалось этот вопрос решить в этом году. И я спланирую, что эта задача полностью переходит на начинающийся, текущий сезон. Потому что до этого с этим направлением, Распаш, работал иностранный специалист. И вот уход, да, Майкл Спрагнон, уход этого специалиста, нежелание со стороны олимпийского комитета продавляя с ним контракт. И невозможность даже не то, что нежелание со стороны, может быть, олимпийской комитетной, мы бы ввели бы эти разговоры, но просто этот человек, который возрастной, уже как бы и тот опыт, который... Попытались мы принять опыт этого специалиста, он был не в полной мере освоен, скажем так. И те специалисты, которые работали с этим направлением, с этими группами Распашного морского сла, они, конечно, не смогли справиться еще. Ну и здесь нюансы, конечно, то, что это было направление, оно, как давало и плюсы в работе иностранного специалиста, то есть было приносено очень много полезного, то, что дало свои плюсы выступления в прошлом сезоне. Но были и минусы. Мы, создавая одно вот это, скажем так, костяк, грубый костяк, или расширенную эту группу, мы, ну, до нас вот это в сборной команде было упущенное направление мужского парного весла. То есть, скажи, один куст, он погубил немного другой. И вот все эти факторы, когда закончился английский цикл, все выдохнули, посмотрели по сторонам, мы увидели то, с чем мы остались. Нам удалось завоевать медали на европейских первенствах и на этапах Кубка мира, но на мировом первенстве, к мировому первенству уже не хватило того, скажем так, запала, наработок, которые, то есть в этом направлении мы остались без медали. Мы еще, конечно же, поговорим и о парном весле чуть более подробно. Последнее время в наших новостях не так много историй о гребле Донской. Все дело в том, что идет реконструкция на Гребном канале, об этом тоже мы немножко пообщаемся. Но после того, как Роман Саганов расскажет вам, уважаемые друзья, последние новости из мира донского спорта. Рума, слово тебе. Физкульт-привет, Лева, спасибо. Начну сегодня с гандбола. Все потому, что наши девушки одержали историческую победу над действующим победителем Лиги чемпионов. С первых минут наши девчата задавали тон в игре. Булатович, Петрова и Родригес расшатывали венгерскую оборону и вколачивали мячи во вражеские ворота. Постепенно игра выровнялась, и уже Дьор пытается диктовать свои условия. Но не тут-то было. Наши девушки прекрасно действуют на контратаках. Можно играть как-то по-другому с таким сильным соперником. Это мы привыкли в чемпионате России. Как бы уже ведешь там на 10-й минуте плюс 5, плюс 7. А это такого уровня команды, которая вот на протяжении 60 минут вот такой, ну, будет накал страстей таких, будет мяч в мяч. На перерыв команды уходят при счете 12-12. Во втором тайме ровная и бескомпромиссная борьба. И все же венгерки смогли устроить погоню на последних минутах. За 20 секунд до конца на табло 23-22. Мяч наш. Ростовчанки доводят игру до победы перепасовкой. Но судьи неожиданно отбирают у нас атаку за пассив. И тут Песоа не допускает несправедливости, отразив бросок отчаяния. Ростов-Дон показал старому свету, что Дьор можно обыгрывать на своем донском классе. Хоккейный клуб Ростов в домашнем туре первенства в высшей хоккейной лиге поделил очки с хоккейным клубом Челны. Причем оба матча завершились с одинаковым счетом 5-3. В первой игре наша команда уступила, во второй одержала победу. Кстати, это поражение стало для ростовчан первое в нынешнем сезоне. Проведя работу над ошибками, подопечные Григория Пантелеева с совершенно другим настроем вышли на ответный матч. Однако вновь пропустили первыми. В начале второго периода Влад Туник отыграл одну шайбу. Ростовский нападающий точно бросил из-под защитника 1-1. Спустя минуту точный бросок Кирилла Власова вывел нашу команду вперед. Основная борьба развернулась в третьем периоде. Гости догоняли, хозяева наращивали отрыв. Финальная сирена зафиксировала на табло счет 5-3 в нашу пользу. У Ростова шайбы на свой счет записали Аксютов, Чистяков и Прохоров. Следующий тур «Кондоры» проведут на выезде 31 и 1 ноября на льду хоккейного клуба «Тамбов». А на сегодня у меня все. Я с вами прощаюсь. Лев, передаю слово вам. Роман, спасибо огромное. Итак, Николай Николаевич, скажите, пожалуйста, когда же мы увидим вас как главного тренера сборной команды вместе со своими подопечными уже на берегах Грибного канала? И непосредственно на Грибном канале? Дон? Ну, меня лично на Грибном канале вы можете увидеть более чаще, чем непосредственно со своими подопечными. Вы по-прежнему, когда приезжаете, делаете пробежки? Когда я бываю в Ростове, да. Но там же пылища сейчас, грязище. Ну, не то, что пылища, грязище, уже не так пыльно-грязно уже есть. Мне это очень интересно, в первую очередь, видеть, скажем, назовем это ревизией. Пусть это будет так, чтобы я увидел воочию, как происходит непосредственно появление. Но изменения есть уже? Изменения, конечно. Есть их, как из самолета видно, когда заходишь на посадку к Ростову, так и уже бегая вокруг канала. И, ну, и будучи непосредственно на территории Грибного канала, изменения двигаются. И задача, скажем так, для сборной команды, очень важно, чтобы появился этот Грибной канал в нашем южном регионе. На сегодняшний день я уже поставил календарь мероприятий. Весна – это соревнования на нашем Грибном канале. Весна 2018? 2018 года. Ну, и осень, соответственно, тоже. Среди каких возрастов? По всем возрастам. И основа, и молодежь, и юноша. Эти соревнования будут проходить. Они наши традиционные, наша донская регата, квалификационная регата. И плюс непосредственно весенние соревнования. Отбор на… У юношей – это отбор на первенство Европы. У взрослых в этом году будет это отбор на этапы Кубка мира, которые будут пробными стартами. Перед измененная немного сетка была, что смещен чемпионат Европы ближе к чемпионату мира. И поэтому отбор на чемпионат Европы и чемпионат мира будет един уже летом на чемпионате России. И поэтому у команды будет возможность пробования своих сил только на этапах Кубка мира. И вот этот отбор на них произойдет непосредственно на весенних стартах у нас в Ростове. Надеюсь, никаких катаклизмов у нас не случится, и канал появится, потому что без Ростовского канала в этом году команда столкнулась с огромными проблемами проведения весенних отборочных соревнований в нашем виде спорта. Нам уже в апреле необходимо проводить отбор, не имея южного грибного базы. Это очень-очень тяжело проводить подготовительные, там, заключительные подготовительные к отборочным мероприятиям, тренировочные сборы. Мы провели в Казани ранние. Это было, да, достаточно сложно. Да, ну, можно, все это называется, познается в сравнении. Когда нам казалось, что было холодно и неудобно, когда приехала команда, там мы катерами докалывали лед на озере. Вот, потом соревнования прошли, и мы их провели, благодаря и непосредственно организаторам, и поддержке академии спорта города Казани. Поэтому это все. Но когда мы уехали оттуда, пошел снегопад, мне прислали фотографии, когда я приземлился в Ростове, на следующий день я был, конечно, в шоке, если бы это все случилось на соревнованиях. Поэтому, говорим, что все познается в сравнении. Турнир ваш, наших олимпийских чемпионов, Спинелла Федоровцева, когда мы увидим на родном? Значит, турнир, который формат Спинелла Федоровцева, он в этом году претерпел небольшие изменения, это проявило у юношей в Казани. Это был формат, да, это был формат юношеских соревнований. Изменения произошли в том плане, что теперь это соревнования назывались экипажа олимпийских чемпионов, всех четверки, скажем так. И принято решение на следующий год сохранить этот же формат. И у нас в Ростове теперь будет проводиться соревнование под форматом непосредственно... Мужской четверки. Мужской четверки. Образца 24. И не только ростовчан, а, соответственно, всех наших членов экипажа. Уважаемые друзья, я напоминаю, что сегодня у нас в гостях был главный тренер сборной России по гребному спорту, заслуженный мастер спорта России, олимпийский чемпион по академической гребле Николай Спинев. Николай Николаевич, спасибо огромное за визит. А мы с вами прощаемся. Занимайтесь спортом и будьте здоровы. Еще увидимся. Редактор субтитров А.Семкин